В преддверии выбора в подкуп голосов, пожалуй, один из актуальных вопросов. Пока за историю суверенного Кыргызстана не было фактов привлечения к ответственности за подкуп избирателя. А между тем, статья в Уголовном кодексе имеется. За такое нарушение закона в законодательстве предусматривается до 200 тысяч сумов штрафа. Взыскание за продажу голоса грозит избирателю. Подробности у Калии Душибаевой. В мировой практике давно существует ответственность избирателей за продажу своего голоса. Кыргызстан не исключение. В центре Сбиркоми отмечают, что новые нормы выборного законодательства и Уголовного кодекса должны сократить факты подкупа голосов. Занимающиеся подкупом голосов граждане будут оштрафованы на 220-260 тысяч сумов. В случае массового подкупа голосов предусмотрена уголовная ответственность лишения свободы. Согласно статье 192 Уголовного кодекса, штраф в размере от 180 тысяч до 220 тысяч сумов. Также, если это деяние совершено, получается, кандидатом на выборную должность или его близкими родственниками, предусматривается штраф, ответственность в виде штрафа в размере от 220 тысяч до 260 тысяч сумов. Или же лишение свободы сроком до 2,5 лет. Подкуп голосов практиковался еще в Древнем Риме, говорит политолог Денис Бернаков. Хотя для того, чтобы государство развивалось, нужно, чтобы партии подкупали лекторат конкретными обещаниями и репутацией, а не деньгами, отмечает он. Люди подкупали голоса еще с Древнего Рима. Конечно, хорошо бы, если голоса покупались с помощью репутации, конкретных программ, поработанных предложений. Это тоже покупка голосов. Но, как мы знаем, еще с Древности в основном покупают за хлеб и за елище. Между тем, с начала избирательной кампании по настоящее время было зафиксировано 88 сообщений по нарушениям. Среди них есть подкуп голосов избирателей, злоупотребление, административным ресурсам и фальсификация избирательных документов. Больше всего жалоб зафиксировано в Бишкеке. В целом зарегистрировано 88 фактов различных нарушений, проступков, преступлений, по которым органов внутренних дел проводится соответствующая проверка. По подтвержденным фактам принимаются соответствующие решения, и по неподтвержденным фактам они сокращаются с производства. Многие горожане против продажи голосов, и у каждого свои причины. Кто-то считает, что продавать свое будущее нельзя, а кто-то просто не доверяет партиям. Кстати, на выборах фотографировать бюллетень запрещено. Как сообщает Центр избирком, избиратель не имеет права в кабинке для тайного голосования фотографировать бюллетень на сотовый телефон или фотоаппарат. При получении бюллетеня, а также прохождении в кабинку для голосования, необходимо создать условия для обеспечения тайности волеизъявления избирателей. Соответственно, фотографирование, видеосъемка бюллетеня для голосования запрещается. Пять лет, 1825 дней, 55 тыинов. Именно за столько оценивает свой день избиратель, который продает свой голос. А между тем мы не должны забывать, что ответственность грозит и гражданам, получившим материальные и другие блага за, так скажем, свою благосклонность.